А сегодня мы будем рассматривать фирму Atmor 5-киловаттный водонагреватель проточный. И сегодня мы узнаем с вами, какая на самом деле струя воды из лейки будет при работе данного проточного водонагревателя. Друзья мои, всем привет! Сегодня мы будем решать проблему отсутствия горячей воды. Периодически у нас отключают воду и возникает всегда вопрос, где ее взять. Мы можем установить бойлер, большой бойлер, но это не всегда получается, потому что не всегда у нас есть возможность громоздкие бочки устанавливать у себя в квартире, либо в ванной комнате. Вот, поэтому есть проточный водонагреватель. Он компактный, но более затратный. Затратный в плане расхода электроэнергии. Если обычный бойлер потребляет 1,5-2 кВт электроэнергии в час, то проточный водонагреватель уже потребляет от 1,5 до 12, а может и более кВт в час. И соответственно для проточного водонагревателя нужен более мощный кабель. Но об этом вы можете узнать в технических характеристиках вашего проточного водонагревателя, который вы выбираете. А сегодня мы будем рассматривать фирму «Отмор» 5-киловаттный водонагреватель проточный. И сегодня мы узнаем с вами, какая на самом деле струя воды из лейки будет при работе данного проточного водонагревателя. В общем, понятно. Сегодня мы узнаем то, чего мы не знали. И естественно это полезно будет для тех, кто выбирает данный проточный водонагреватель и хочет узнать, какая же все-таки температура будет выходить из лейки. Это мы замерим пирометром, какая будет температура и какая струя, какой напор воды будет производиться данным водонагревателем. Поехали монтировать. Так, друзья, вот моя душевая кабина. Вот за этой стенкой здесь у нас установлен люк под плитку. И за ним у нас располагается этот самый проточный водонагреватель фирмы «Отмор». Это второй проточный водонагреватель, который я устанавливаю вот здесь вот в своей закрытой системе. Ранее вот тут установлен был другой проточный водонагреватель. Его уже нету, он сгорел и пришлось его заменить на аналог. Данный вид водонагревателя я посадил просто на шланги, потому что не представляется возможным запихнуть его туда. Поэтому вот такой вот вид монтажа в принципе приемлемый. Если вам ничего не мешает, то вы можете смело устанавливать его вот так вот. Просто, можно сказать, на стяжках. Так, кабель у меня уже заранее был заложен. Здесь у меня 4 квадрата кабель идет. То есть вполне достаточно для того, чтобы 5-киловаттный водонагреватель спокойно мог работать. Не обращайте внимания вот на эти вот блоки. Это у нас светодиодная лента. Вот, ну их так пришлось в колхозе тоже. Перед тем, как вы запустите ваш водонагреватель, обязательно подключите его электросети, проверьте, работает ли электросеть. Далее заполните водонагреватель. Ну, в принципе, об этом всем написано в инструкции. Вот эти вот два крана, вот красный и синий, это у меня вот как раз и есть вот эти вот отсекающие краны в этом водонагревателе. Далее, вот краны основные. То есть при закрывании горячей воды, вот таким вот образом мы перекрываем горячую воду, холодную оставляем открытой. Далее, на полную открываем кран холодной воды, подающей. И чуть-чуть приоткрываем горячую. Горячую мы будем регулировать сразу вот здесь. То есть на выходном кране, для того, чтобы, когда вы будете пользоваться краном здесь, вам не пришлось регулировать воду, температуру, а вы сразу максимально отодвигаете кранчик, флажок на сторону горячей воды и уже приоткрываете. Соответственно, температура, которая производится водонагревателем, уже будет стабильно одна, так как вот здесь у нас проток уже отрегулирован. То есть мы сначала регулируем проток, а потом спокойно пользуемся. Обратите внимание, здесь есть два тумблера. Первый и второй. Это, соответственно, первый тен, второй тен и общие тены, это вот 5 кВт, когда вы включите оба тена. Вроде техническая водная часть закончена. Можно приступать к регулировке и определению температуры и напора воды, который мы получим из лейки по время пользования. Поехали. Смотрим. Приоткрываем кранчик. Проточник автоматически включился. То есть сейчас он греется, два индикатора горят и показывает, что котел греется, проточный водонагреватель, и напор воды пошел. Теперь нам нужно определить, какая температура будет производиться нашим водонагревателем. Мы максимально открываем кран для удобства регулировки. Это нужно нам как раз в первый момент. Сейчас температура прохладненькая, не теплая. То есть нам нужно поджимать этот кранчик. Смотрите, я поджимаю. Давление упало. Взвук даже слышно, что проток уменьшается. И все, температура начинает уже меняться. Уже в плюсовую сторону. Так, сейчас пирометром постреляем, посмотрим. Так, пирометр у нас показывает 33 градуса. Вон, луч прям проходит. 30... 33. Мало. Надо 38. Прижали. 37, 37 градусов. Вот. Ну, практически, практически хорошая температура для пользования. Вот. Ну, теперь давайте откроем душ. Вот. Пошел у нас душ. Ну, нет, температура поболее. Вот она, 37 градусов. 36, 37. Вот такой напор воды у нас производит проточный водонагреватель. Это достаточно для того, чтобы помыться, умыться. Тут даже нет, температура даже поболее получилась. Пирометра немножко может ошибаться. в общем, примерно вот такое вот давление выдает проточный водонагреватель во время использования. 5-киловаттный отмор. Достаточно для того, чтобы помыться. Принимать ванну, конечно, не получится. Если вы пытаетесь набрать целиком ванну, этого давления, этой температуры у вас не хватит. И вы просто будете тратить электроэнергию на попытку разогреть целую ванну. Вот, смотрите, теперь опять я ничего не делаю, никакой регулировки. Максимально выдвигаем горячую воду и открываем. Все. Чук. Проточник сам включился. И температура пошла. Еще раз проверим пирометром. Так, ну, тут показывает, конечно, 35, но по ощущениям гораздо больше. 37. 37. Ну, вот, 38 градусов. В принципе, довольно-таки приемлемая температура для того, чтобы спокойно мыться. Вот. Выключили мы проточник, горячую воду и проточник автоматически отключился. Все. Заранее отрегулировав кран горячей воды, мы себя избавляем от необходимости регулировать потом вот здесь вот. Просто можем открывать и закрывать воду. Также на всех остальных смесителях просто открываем горячую воду и все. Проблем у нас больше никаких нет. Единственное, может счет, конечно, за кварплату вас немножко удивить, так как потребляемая электроэнергия это 5 кг в час, но вы же не моетесь тут сутками, поэтому несколько минут в день в течение там нескольких недель это, я думаю, вполне приемлемо для обычной семьи и для обычных людей. Делаем выводы. Проточный водонагреватель выбираем из потребности. Если вам нужно принять просто душ из лейки, то 5 кВт -6 кВт в принципе вполне достаточно для работы. Если вам нужно принять ванну, то советую вам использовать более мощные потребления, это более мощные водонагреватели, либо устанавливать болер. Так как слабая мощность проточного водонагревателя вам вряд ли поможет. Ну что ж, фирма Отмор. У меня все. Всем спасибо за внимание. Если было полезно, пальчик вверх и подписка на канал. Все, всем спасибо, всем пока. Да, и кстати, когда вам дадут горячую воду, эти краны обратно закрыть и этот кран обратно открыть. Все. Вот такая вот штука.